друзья всем привет мы не имели права не снять этот видос и сейчас вы сами поймете почему руслан привет друзья давно не виделись давай я что переживать начну сяду поближе давай на эмоциях это хорошо здорово руслан очень рады тебя видеть и на самом деле это очень серьезная дата мы приехали поздравить руслана поддержать и так же самое знаем что в комментариях также поддержите руслана у руслана уже год и два дня чистоты вот и два дня чистоты ты у тебя вот и два дня чистоты день в день вместе сколько ты находишься здесь у владимира стиханова столько у тебя чистоты есть то даже когда вы меня провезли мне не засчитали этот день понятно точнее трезвый приехал да так вообще проехал одиннадцатого числа от подписчиков просто отбоя нет да да вот так постоянно но для начала но хотелось бы у тебя спросить ну вот вроде бы немного и немало ну и немало как ты думаешь вот если бы ты не приехал бы не попал бы к владимиру стиханова чтобы ну с тобой бы могло бы произойти ну так число давай пофантазируем чуть-чуть там даже фантазировать не надо но у меня возможно в живых уже мне было а даже если бы и был но возможно где-то в больнице в какой-то в клинике для сумасшедших ему оказался ну ты считаешь это ну как бы удача твоя что ты здесь оказался или может что-то повлияло может потусторонние какие-то ну я не знаю ты ну как-то связывал с этим как какая-то высшая сила но не знаю всегда работает высшая сила и ты через тебя про но я не знаю но как-то но на удачу сработал я не знаю что это такое не знаю все ты знаешь ну ладно здесь уже здесь да ну здесь и здесь за год что ты ему может нам что-то новое расскажешь не знаю там поделиться какими-то достижениями ну там вот все таки ну ты вот работаешь это же не просто там вот где-то пролежать проваляться ну там сколько работы уже проделано проделана очень много работы половина где-то пути уже пройдено но они такие знаешь бывают такие состояния когда она вот начинаешь обесценивать что-то у тебя не получается это значит ну где-то как старой жизни где-то легче бросить но есть такие желания значит может состояние там бросить что именно не понятно задание но тут и что не получается легче сбросить типа бро психануть и уйти да или думай маленький ребенок типа ну типа того или не когда не получается ты думаешь у меня не получится я какой-то не такой знаешь начинаешь сам себя обесценивать смотришь у кого-то хорошо это получается у тебя но чуть не так получается у кого-то больше опыта у кого-то меньше опыта но каждому по-своему она здесь ну не легко каждый где-то испытывает внутри вот какие-то недовольствия то есть тут хорошо тебе не должно быть что это за выздоровление будет если тебе будет хорошо начинаем делать то что тебе именно не нравится и вот это попадание в точку делаешь то что тебе не нравится а можно навести пример какой-то допустим но не наши ты делал такое что тебе очень нравится здесь не нравится ну который ты очень сильно для тебя это было очень жесткое испытание ты сейчас или сейчас и завод за этот пройденный год я четыре раза был в кризисных фазах четыре раза да вроде бы два раза мы четыре раза четыре раза вкратце давай пробежимся кризисная фаза шевеликой но это когда у тебя кризис на каком-то моменте переломные понял дети где тебе вот ты вроде зашел в тупик попал в кризис вот у тебя обесценивание там страхи какие-то беды как можно попасть в этот кризис как можно попасть проходит проходит определенный этап и ты понимаешь может вот как я же объяснял может что дает не такой или там легче бросить знаешь вот обесценивание бросить обвинить понял это не по ты попадаешь туда это ну то есть за свое поведение или как мы происходят туда что тебя за свои нарушения и тут же жизнь нарушения понял где-то набрал много нарушений как бы они тебя начинают изнутри все тын ты как злостный нарушитель не здесь такого нету злостный нарушитель нарушитель но не то чтобы не здесь такого нету нарушитель есть правило по которым ты живешь вот где-то бывает там может произнес сленг жаргон вот тебе запись в книгу и потом на книге ты работаешь и за свою как бы за свое нарушение то ты должен понести какую-то ответственность взять ответственность это понимаешь вот я много ответственности очень брал да и поэтому когда набирается определенное количество записей уже руководитель смотрит он уже решает и отправляет тебя в кризисную фазу чтобы ты сам собой прожил эти моменты и сколько длится эта фаза ну там она если ты попал туда на без временных рамок могут 21 день могут месяц могут две недели как там критерием это а тебе даются тоже там определенное задание вот как ты реагируешь на это и как ты выполняешь задание уже ведущий как бы ведет тебя и уже смотрел прошел то или не прошел то есть кризисно ты находишься сам собой там 20 дней ну грубо говоря там до 24 но две недели но больше двух недель это нельзя ни с кем не общаться мне только с ведущим только с ведущим и тебе но это ты не общаешься с ним он тебе просто дает задание там ты можешь три раза за день ты можешь просьбы озвучить свои там примеру лишние серы это серы ты тоже выдаю тебе не так как ты хотел не сам ты куришь а куришь соглашение ведущего скажем то но разве два часа там а твоя первая кризисная ты помню за что ты попал до отказ у меня в программе был это когда тебя хотели ну не хотели а можно сказать все тебя но он отказано в программе было до 20 день 2 чп мы приехали и понимали что все руслан сейчас должен ну да думали что все руслан должен покинуть реабилитационный центр и мы на самом деле испугались что ты вот в этот момент чувствовал но наверное у меня в этот момент какой-то был замешательство было я же себе ну как бы я ж ни в чем не виноват но как обычно я ж ни в чем него не виноват за что это не я виноват не ну ты хотел бы чтобы все именно как-то случилось каким-то чудом и ты остался или типа пусть все именно идет как идут как будет таки будет так я знал как она будет но в смысле я знал что если за забор попаду ну что такое два с половиной месяца но это спался ну как бы да прошел вроде более-менее во внешний вид поменялся ну а так употребление было бы однозначно но это по твоему опыту это одно однозначно но если бы не в тот день то прошла бы какая-то неделя опять какая-то возможно было подвернулась бы ситуация где-то уже отпустил бы сказал там мира создан не для меня все против меня в общем такое бы начало это когда произошла вот эта вот ситуация сколько ты находился туда два с половиной месяца сейчас ты вот как тебя эти кризисные не те закалили сделали сильнее здесь все закаляет тебя ну ты все все какие-то группы все ну все задания тебя закаляют хочешь ты это ты потом это осознаешь уже с пройденным каким-то временем оглядываешься назад да ты уже это замечаешь а вот сейчас к примеру я сейчас попадаю в такие некоторые такие значит не то что там страхи страхи ответственности вот где-то и ведешь план на сегодня там что-то упускаешь однозначно только ты отпустил где-то отложил на потом на потом либо сегодня же либо завтра на тебе догоняет но еще бывают такие моменты если ты не озвучил свое как бы какой-то ну ну что-то ты забыл но она потом но ты не озвучил это тоже является как бы нарушением смотри руслан ты можешь охарактеризовать тут чему ты научился за этот год вот какие-то качества приобрел какую-то дисциплину что-то выработал в себе в руке где более 10 до если бы я раньше там наговорил каких-то новый ушел бы в отрицание на рубах каких-то как в старой жизни не хороших слов то сейчас но тогда и так я себя держу в руках ну понял умели сдерживать себя не совсем ну типа более спокойнее стал тебя могу контролю то есть можешь контролировать свои эмоции да какие еще что как я еще ну чему ты научился за этот год но может и но c3 я тебе наведу пример там ну там выработалась какая-то дисциплина ты стал там более ответственный в каких-то моментах может там я не знаю там режим это само собой этом рано просыпаясь а правил ты иной до этого рано просыпался не сейчас у меня наоборот пошло недосыпание там есть команда я в команде сейчас там после у меня отбой к примеру может быть в час ночи может быть в пол второго смотра до скольки до скольки идет схема схема заканчивается обычно там в час в пол второго и от этого есть полчаса у меня еще до отбоя естественно всем 30 подъем но мне нужно встать 6 в 5 40 с подъемом дежурного для того чтобы успеть все писать распланировать свой день есть учебные часы но к примеру разбирать записи на учебных часах ты не можешь оса 3 вот очень важно то есть ты научил правильно возле расставлять приоритеты нужно распоряжать правильно распоряжаться своим временем да но время это самое ценное что у нас есть правильный ты его ну научился правильно им распоряжаться да то когда я этот момент упускаю где-то даю себе возможность немножко стать хотя бы с подъемом у меня потом я понимаю что я не сделал то 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 что захотел я понимаю что на день может быть сегодня в повышенном эмоциональном состоянии ну и так оно потом идет обратная связь опять же что-то я где-то в рассеянности в распалении упустил и так оно получает записи и так у меня было вот записями постоянно у меня какая-то внутренний диалог с ними происходил вот когда знаешь вот тут собрался рюкзак тяжелый плывешь плывешь и он тебя но тонет и тонешь тонешь с этим рюкзаком как спортсмену жену ты уже лучше даже чем спортсмену все равно море ты не перепрыл не переплывешь я уже у меня уже выбор стает так либо опять надо на сегодня что-то писать выполнять потому что если не выполню будет запись что-то на меньше смотришь уже надо его но потом проходит время я поняла собираюсь и иду дальше для чего можно уйти в кризис с двумя с одной все зависит от того какая вот что тебе сейчас надо например чтобы попасть мне я желаю тебя сказать сказать что бать курин и давай в кризис а у меня не пускаем это чего тебе вот видишь ты сделай вот это там легче там ты оставился и пошел там ты живешь тебе сказали подъем тебе сказали вот а делай все там ты не получаешь не запись ничего а ты вот этого сделать то что то что ты хочешь бросить это это вот сделаем ты уже там был все хватит ладно давай вернемся еще к тому за год карман чтобы понять больше потому что мы тебя ну как бы не видим большую часть видим вот я вот но сотруд и стал более опрятный то есть футболочка у тебя постоянно к это чистенько или ты может я и был опрятный если что по поводу когда байдену передавал привет ты что не помнишь у меня все американские ну да подожди у нас 18 плюс курить нельзя за это банят ну кручу опрятный стал то есть более там сдержанный да ты стал потом планируешь свой день то есть и высыпается ты расписываешь планируешь свой день еще можешь добавить ты знаешь никогда не думал что ну не на старости лет я возьму когда-нибудь чтобы не кто-то сказал что я буду штаны и но заниматься со штанами может быть как-то отнесся к этому как сарказму какому-то знаешь а вот у меня сейчас месяц спорт формат я занимаюсь в общем работе но на занимайся спортом да сейчас еще будет у меня холодное обливание водичкой да я этого не хочу но здесь просто записи выбор либо то либо то либо то либо либо мне города вот это с тобой все возможно поделись возможно ты может что-то новое там начинаешь там изучать что-то я не знаю что так не читаешь книги какие-то такие вообще можно здесь стихи не ну здесь есть определенные я их афишировать не могу здесь могут можешь в кризисе читать не как тебе дадут уже свободное время свободное время у меня его нету у у меня его саша просто-напросто нету скажи ну дачу-то кипишу и создание спокойно ну расскажи тогда бы я ну если честно уже час сижу и таки не понял вот смотри вот у меня допустим есть такая по записи меры ответственности там за месяц я обязуюсь выйти в ноль с опорами у меня было 40 чем-то опором то бишь мне надо встать до подъема там что-то сделать помыть к примеру два каких-то объекта это два опоро либо же там указание дает дежурное это тоже там списывать опоро ну вот у меня день расписан то если свободное время там появляется 15 минут я должен так я уже так надо отработать опоро то побежал отработал потом 30 минут на личностном росте заниматься спортом 30 минут и пишу свои задания в общем там писать и писать и писать и вот это у меня так уходит так я провожу свой досуг вот это вы приехали вот это у меня досуг получился не ну мне кажется это потом что-то перенесли на на следующий день как бы официальное мероприятие да там те что я буду их но у меня досуга нету на кровати я не лежу и телевизор смотрю как говорится не ну это классно потому что если ты будешь находиться один на один с собой то наш эти мысли начнут там какие-то так вот для этого для этого так все здесь сделано в правилах чтобы ты не оставался один на один с собой чтобы ты не думал о чем-то таком понял ты думал вот скоро будет звонок не надо успеть то не успеть то мне надо успеть то тут это в общем да по максимуму ты занят чем-то да ну ты классно а сейчас ты на первой фазе на второй дежурный и дежурный секретарь жителей есть такая командное собрание там жители есть которые понимают какие-то решения секретарь жителей глава да глава совета бак должность можно всего три фазы до получать отчего 554 здесь на 4 выходишь в социум и потом да вы до вы пошли еще вот здесь на 5 выходишь 4 не на 4 ты выходишь это это ты уже выпускник это уже уходишь в облака устраивает свою успешную жизнь я понял носа три вот мы вернемся год назад то что было когда мы тебя напомнишь что в этом домике вот это жил думаешь о прошлом вообще ну там а год назад что на естественно но проходит конечно так но она проходит где-то даже вот работаешь за страхами потому что она проходит и иногда попадаешь в какой-то знаешь ступор воде в тупик какой-то но как будет как вот это ну еще ищешь как бы эту дверь а как было тебя не пугает это пугает и неизвестность будущего тоже пугает ну это страхи это это нормально мне кажется на таком этапе каждый человек любом и тогда любом они будут да страшно всегда страшно что-то менять страшно жить жить страшно чем это закончится конечно жить страшно ну но результат налицо я допустим вижу есть результат есть большой результат потому что если год назад и там то смеялся то плакал бегал там по этой кондитерской заброшенных ты сейчас думал что вы меня снимаете ну да что мы там по ночам приходим снимаю на пару но она мандара но и ловил уже и все остальное вот это вот чем ты типа так расслаблялся последнее время да вот этот вот вид кайфа что ты можешь за него вообще рассказать какие последствия ты на себе прочувствовал и исходишь с ума там нет там нет какого-то там ты не пронарежишь своему мозгу ну тебя поранойя как а там все начинается все 1 попробую развить ну ты видел ты вообще ты плакал ты какой-то у тебя попадаешь какой-то уже понял и все но все бои сюда все да там тебе кажется что тебя вид преследует что дает а это это же это же всегда на айма мысли были осуществить суициде там допустим или этом ну каких-то шаг ну все уже потому что ты нам озвучивал да или это так были панки но мысли были но такие чтобы по меру подняться на вверх и прыгнуть с балкона сделать шаг да это было страшно хотелось так именно один раз и все понял а сейчас не посещают не ну хочется жить дальше в жизни как бы огонь этот пламя разжигается дальше ехать там что-то достигать учиться развиваться какие-то ну даде чему-то новому учиться всегда хочется но интересно вот примеру что-то делаешь тебе незнакомое получилось смотришь будет где-то ты уже у тебя хорошо получилось лучше чем у кого-то и ты себя уже о а почему видимся ну да какой-то плюсик интересно есть такое но еще ну а чтобы ты их еще еще и знаешь как страх будущего не то что страх будет страх что мне ждет впереди на программе ты понимаешь что надо еще тебе стать тем 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 но до этого момента когда кем-то стать тебе надо еще но чего пройти как саракона за заварил страх в будущее мы все сгорим мы сегодня день на суды до судный день а вот смотри вот тут жизни вот что ты хочешь вот добиться там вот есть он не к этому дети там автомобиль какие да у тебя приоритеты основные ты знаешь еще хср не не писал мне да не надо писать ты ну расскажи ну вот были у тебя мысли ты мораль ты к примеру сегодня просыпайся у тебя цели одни завтра ты просыпаешься у тебя цели совсем двое на последствия солей ты не скажи конкретно вот я хочу вот я вот смотри вот я вот заметил по себе я скажу что еще год назад я как бы развалил женой о детях я понимал что ну я как-то ну холодно типа уже я этот момент упустил типа мне как они уже прошел и я это же не ну я понимаю что она хотела от меня услышать что да и да я хочу я и это говорил потому что она этого хотела услышать но на самом деле я не чувствовал типа а вот сейчас я вот не знаю вот буквально там последних этом полгода 3 3 дня 3 дня последних три дня я начал замечать такие моменты что я реально я начал обращать на такие вот там там с кем-то общаясь метам с малым каким-то там он не говорит у него батя там в этом мои моего года меня это типа как цепляем да вчера мы встретили да у него у него мама у нее нет мог бы да у него мама 8 84 года рождения и и такую сотню на нее типа как хочется обнять и а значит потом дочь это такой сынуля знаешь там когда с кем-то общаюсь разговаривает он еще папа лет на пять младше чем я думаешь о ой неужели так старну у тебя есть какие-то предыдущие основные большие которые не изменятся я не знаю кроссовки какие-то хоро кроссовки это новым для семья если за получи но естественно что можно было содержать не только себя но чтобы было как говорится лежали день и на завтрашний день чтобы была какая-то уверенность стабильность не работа так же самое а уже здоровье как бы но нет еще годик-два и она естественно уже будет давать о себе знать все вот эти тюрьмы наркотики нет а то что будет давать то есть и те люди которые не употребляли никогда не уже что-то дает но ты если об этом думать то такое хорошо ладно это все понятно мы немного конечно мы сюда прилетели и немного чуть можно сказать подгружаем так смотри вот такой вот постоянно хожу там где ты обитал последнее время на вижу ребят которые там до сих пор летят то есть они уже очень 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 печально в основном все выглядят не буду их называть напоминаю погонял а ты сам знаешь кто-то может быть я знаю что они смотрят некоторые из них и и увидят это видео какое-то им послание что-то вот как поговори с ним они тебя знают хорошо и вот расскажи чтобы хотел тебе скажу как он андрею предлагалось он считает что у него все хорошо много но как человека можно насильно но за не но тоже люди конечно это иллюзия жить даже не разброшенном заброшенном доме и на употреблять все хорошо но конечно в употребление но все хорошо переночевать ездил как бы мы считали употребление что это все хорошо на самом деле это не все хорошо но чтоб ты таким людям вот мог бы сказать вот уже ты вот не употребляешь чтоб хотелось бы тебе может быть или ничего не хочется так и скажи не мне бы хотелось чтобы они все жили понял все чтобы жили потому что то что не делает это но зло и мало того что они как бы этим убивают себя еще и своих близких родных понимаешь да кто-то и посторонних тоже возможно они уже некоторые поставили на себе крест типа знаешь есть многие которые типа уже поздно . невозврата нема смысла возможно это у них сейчас такое происходит ну возможно да возможно обиды какие-то естественно но те сейчас сколько лет русал 43 43 42 года я проехал начал ты начал жить путь сначала путь сначала на конечно я себе тоже такое но рассказывал сколько раз я был да но мне ничего не помогает и начинается вот это саморазводы идут понимаешь а еще под таким это даже не наркотик это оружие смертельное оружие на соли до начинаешь ты именно такое за рассказывать такое за полчаса можно если но все можно закончить жизнь самоубийством ну то есть ты хочешь дать посыл что никогда не поздно никогда не поздно надо пробовать просто в любой обстановке в любой ситуации как говорится упал встал и иди но ты можешь смотивировать их зайти туда и прогласить ты можешь их смотивировать вот сейчас они посмотрят подумают о ничего себе вот же шутся 3 вот этот парнишка буду там новичкам показывать тебя вот этот парнишка вичками тут а там уже новички уже дал там там как хостел до постоянный ну конечно он обновляется там кто-то пришел новый кого-то умер кто-то умерла кто-то его место занял так сказать ты знаешь как это все происходит да каббала это будет всегда такой замкнутый круг ну одним словом руслан на самом деле мы за тебя очень рады вот ехали с шаманом по дороге общались думали за те попытки за эту попытку на самом деле у нас радует то что ты что-то в житухе доделаешь своей чтобы изменить ее поэтому мы тебе желаем сил крепости духа тут понятно что тут очень тяжело мы смотрим вот так вот со стороны понимаем что это очень тяжело но с другой стороны тяжело знаешь как бы даже не то что тяжело это надо наверное ну кому-то пройти вдвоем случае потому что видать тебе без именно этого тяжело потому что теребцы те центра где ты был они там были чуть-чуть другие да там где-то можно ну кому-то и там видишь кто-то и там войну кому-то там кому-то можно да а кому-то легко не я не кому-то и там помогает вы снова кто-то там а ну там меньше наверное процент честно меньше процентов наверное какое-то значит но кому-то и там помогает с первого раза вот он раз и все и он себе да кто-то как шаману кто-то как там в разные случаи бывают но видать тебе тут сложность но тебе наверное необходимы эти сложности такого еда я в жизни не проходила из-за этого наверно как игра в лабиринт знаешь зашел оно вроде тяжело хочется но и в то же время уже интерес да уже интерес уж там дальше да за поворотом ну вот и уже ну вот это уже много вас стоит это уже начало хорошая жирная как мы недавно вспоминали по моему на на годовщину мне там конверт подарили сбк делали там песни написали понятно ну и вспоминали когда я проехал то как я ходил все у меня в отрицании было там упор тебе ну или отжимайся сказал там слен сленом да смысле я равно что так нельзя я начинал аспаровать вступать в диалог у него ты приехала делать блин нельзя говорить а что блин от штанги начал умничать блин на сковородке понятно отрицание пытаешься навязать свои правила ну что-то такое да тут не работает все руслан не будем тебя мучает на самом деле сейчас пару слов может еще подписать и за тебя там переживали кто переживал то есть может кто хочет соизволить желанием ехать и ехать и пожалуйста надо старше оставляют младшим и для того чтобы это все что средства стоит для того чтобы это все но оставить длина передать опыт взрастить их а потом уже я думаю выпуск я думаю в этом и смысл этой программы наверное и она потеряет смысл дали тоже ты взял на если оборвется на на ком-то этот хорошо большое тебе спасибо еще раз мы хотим все-таки показать виновника этого всего и кто это все делает да это владимир стиханов и не хотим на самом деле поблагодарить и что просто отношу что есть такие люди и побольше бы таких людей да конечно присаживайся только вот указал что как бы дают вызов системе вот и ну как человек этот приехал на самом деле очень больной очень больной вот я бы сказал да разрушен а это убийца зависимых состоять привет всем а мы будем втроем я хотел вообще на самом деле наш отдельно прокомментировать да рано может быть руслана была мне кажется этого мальчика уже можно все можно опустить иди делай пвр мальчик смотри вся грудь волосатый уже седай мальчик не но мальчик 42 года 43 года но голове мальчик до 43 годика мальчик ладно мальчик не будем тебя задерживать тем желаю настроение а тем кто хочет и боится избавиться от зависимости рекомендую набирать вас канал был или заходили на поисковике искали в youtube канал владимира стиханова тот кто хочет жить знает как вас найти связаться с вами просто скажи я хочу жить я выдумывать ничего не буду я расскажу как есть и начну с того что я удивлен на самом деле он на самом деле я не знаю то что там образ какой-то был о нем сложен у зрителей да там наркоманы все остального это два разных человека вообще он очень сильный но я серьезно и мы вчера с ним записывали видео у меня на канале и в моей памяти два человека которые прошли за год всего лишь год программу столько кризисов и трудных ситуаций вот именно реально тяжелых у него четыре кризисных фазы за плечами это сложно поверьте то что он там рассказывал какие-то там задачи ставят там курить и так далее там ведущие я могу просто прокомментировать что такое преодоление это когда человека погружают в такую модель коммуникации когда от него не зависит вообще ничего он не решает никогда он ест никогда он спит никогда он работает ну то есть он живет под диктовку ведущего а я вот хотел отцовет в это решет вот типа себе не принадлежит правильного тут у него форма проходил этот программу кризис кризиса да ты не думал что есть люди такие но я узнаю там на примере то есть людей в жизни там видел которые они боятся на себя брать ответственность и им они себя чувствуют комфортнее когда они себе не принадлежат когда им ну говорят что делать поводыли такие им или потому что был пастух пастуху за него постоянно чтобы он ему говорил вот иди туда делай иди то делай и может ему нет я понимаю чем ты говоришь это когда человек не принимает решений важных и он там следует воле другого человека это удобная такая выгодная позиция переложить ответственность но когда мы про кризисную я рассказывал там немножко другая история понимаешь может может его триггерит и он как бы в этой фазе ну вот и в этом состоянии чувствует себя как-то более комфортный ну как тебе сказать я не думаю что в кризисной может быть комфортно не ну я тоже меня для меня это ну я я просто знаю что такое себе не принадлежат ну я помню но были в жизни тоже такие моменты когда ты себе не принадлежишь и это ты передала мало ты перегораешь ты просто короче ну да между за четыре часа в сутки это ну но кризис обычно случается на шестой девятый день у человека просто происходит взрыв компульсии он все бросает говорит я короче дить вы все там знаешь лесом я домой собираю сумки у вас тут бред полный и так далее в этот момент человека подхватывает консультант и начинает задавать вопросы а что случилось а ты вообще вот прежде чем это произошло ты там что в твоей голове было о чем ты думал какие были мысли что с тобой происходило потому что это срывной сценарий это сценарий срыва вот на чем человеку так взрывается например на протестах вот значит с этим нужно прям потом очень глубоко дальше работать это вскрывает проблемы я просто хочу воспользоваться я сейчас готовлю материал по поводу реабилитации после птср после боевых действий заранее делаю сейчас пока еще война идет и конечно людей не увольняют и на самом деле проблемы будут вылезать тогда когда война закончится на протяжении лет я сейчас готовлю эти материалы может быть там кто-то увидит я говорю о проблемах вообще объясняю что это только потому что человек у которого он есть он не понимает что это проблема что это можно не понимать да он ну как бы он не думает что у него есть проблема и сейчас будет целый цикл таких групп информационных и советов и рекомендаций о том где можно на канале на канале на канале на youtube канал владимир стиханов то есть ты будешь по этому поводу видео снимать смотрите я объясню я объясню что такое зависимость это результат попытка обезболиться скажем так у людей у тех людей которые как бы переживают этот посттравматический ну вот этот синдром посттравматическое стрессовое расстройство они его заработали в детстве в результате неправильного воспитания дальше значит все это дело они пытались там как-то залить алкоголем наркотиками и бла-бла-бла стали зависимы и и в принципе что такое для военных но тоже самое только у них это не в детстве происходило а происходит сейчас в войне и я думаю я думаю что если не давать людям информацию то такие попытки залить эту боль потом алкоголем и наркотиками будет ну очень много таких людей а когда эти вещи совмещаются когда у тебя и зависимости еще и расстройство вот это вот выздоравливать в два раза сложнее поэтому лучше профилактику сначала сделать поэтому вот не знаю ваши ребята смотрят там нас много смотрят ребята мы понимаем госпитали вот были недавно мы видим там много пацанов наших конечно там очень много факторов сейчас я знаю вот у меня поступает такая информация что например люди которые служат да и от них уходят их жены ну потому что нормальным оставаться на войне невозможно люди меняются здесь к сожалению они же общаются со своими женами девушками и так далее эти изменения они чувствуются и барышни но типа думают а зачем мне там грубо говоря там не все но многие найдутся да и к сожалению выбирают такой путь то есть расстаться уйти еще что-то происходит а это просто уничтожает на понятно так но на такое время еще в такой момент да и ну в общем кому интересна эта тема вот если интересно приходите на канал там не только про наркотики и зависимость там будет еще и тему связанная с травмами полученными там в условиях военных боевых действий вот так да не откладывайте на потом потому что эта проблема или там если зависимость она может только усугубиться все друзья мы вас обнимаем и еще раз говорю что этот видос должен был бы быть по-любому так что с вами был бы добру и володя стиханов спасибо большое всем